Приветствую вас, дорогие друзья! Это третий бой в групповой стадии кубка Battle Nation Cup игрока Exodia, который сражается против игрока ASAP Оба игрока из одного и того же клана, который называется KGR И давайте рассмотрим немножечко турнирную таблицу, как сейчас она выглядит Конечно, многие игроки еще не отыграли, и Exodia играет третью игру, а ASAP, например, только первую Но у Exodia 3 заработанных очка, он выиграл со счетом 2-1 у Вахагна И проиграл Антохе со счетом 1-2, соответственно, заработал 3 очка Тот же Антоха имеет на своем счету 2 очка, а Вахагн 1, а ASAP, соответственно, 0 И после этой битвы, на самом деле, пока Exodia находится на первом месте Но очень важно для него заработать как можно больше очков Потому что все оставшиеся игры других игроков могут сдвинуть его с первого места И, соответственно, он может занять даже третье, а то и четвертое место Поэтому очень важная для него эта игра Ну, давайте наблюдать, что у нас 15 ПТ Нация Швейцария с достаточно неплохими бронированными пикинерами У них защита от выстрела 6 Ну и тут у нас Exodia именно их и строит Кого будет строить у нас ASAP, пока еще непонятно Он только-только возвел свои казармы В то время как Exodia уже тут по полной настроит своих пикинеров Вот так вот А что у нас по добычам? Какие исследования производят игроки? Хотя, по-моему, еще даже Академия не построена у них Но золото уже идет активно добываться Опа, мушкетеров Мушкетеров у нас строит ASAP Ну, это неизвестно Может быть, как Антоха просто распределит по периметру Для того, чтобы, если какие-то забегающие конники будут Тут течевые казаки для разведки забегать То они их просто-напросто быстренько отстреляют Потому как, ну, я не знаю Лично мне строить мушкетеров Против хорошо защищенных от выстрелов пикинеров Ну, это такое А стоит еще учитывать, что можно в дипломатическом центре Нанять рундаширу, у которых будет неплохая защита Поэтому, лично как по мне Не оправдано в таких вот нациях строить именно мушкетеров А учитывая то, что я вот сделал как раз-таки недавно тест Которым показано, что при определенном развитии на 15 ПТ Мушкетеры имеют определенное преимущество Если они не будут идти растянута То есть, надо идти именно группой Потому как, как только они будут идти растянута То, ну, соответственно, их просто-напросто расстреляют Ну да, опять-таки, конные стрелки Конные драгуны против пехоты Обычные ближние, да, они будут иметь определенное преимущество Их просто-напросто пехота не догонит Они будут отступать и расстреливать Ну, опять-таки, еще один плюс в сторону постройки именно пехоты Это меньше требуется ресурсов для того, чтобы их апнуть В то время как для того, чтобы апнуть мушкетеров Требуется просто колоссальное количество ресурсов И за 15 ПТ сделать фулл стрелков не получится при всем желании Ну, если чисто сосредоточиться на том, чтобы сделать их фулл стрелками Да, можно, но тогда вам там, вы построите, грубо говоря Одну казарму, да, одну конюшню И как таковых войск у вас не будет Или, например, отказаться просто от дипломатического центра Тогда, возможно, то золото, которое тратится на постройку Вот именно войск из дипломатического центра Пустить на исследование способностей для стрелков То, конечно, да, без вопросов Можно будет, наверное, сделать фулл стрелков Но при этом потребуется, опять-таки, апать уголь Прям добыча угля должна быть у вас 40 Добыча золота должна быть у вас 40 Ну, такое можно, наверное, все-таки провернуть Ну, посмотрим, как будет поступать у нас АСАП Тем более, такая битва, на самом деле, очень интересная Помимо того, что игроки сражаются между собой Это, грубо говоря, еще и ближний бой против дальнего боя Так тоже можно охарактеризовать эту битву Единственное, тут умение игроков Так или иначе распоряжаться войсками Какие-то тактические задумки Будут иметь, конечно же, серьезный довод в этом противостоянии Поэтому будем следить за ходом сражения И посмотрим, кто, как воспользуется своими тактическими задумками Может быть, нам ошеломят действительно стрелки И они какой-то новой тактической задумкой Сумеют победить ближний бой на 15 ПТ Для этого напоминаю игроку Нужно все-таки как можно больше угля Постараться Вот он действительно угольные шахты строит 30 золота уже добывает Тоже надо побыстрее Вот еще угольные шахты пошли на захват Побыстрее апнуть золотые шахты Ну, еще не стоит забывать, что нужно построить дипломатический центр Тоже побыстрее, пока ни у кого из игроков его нету Конюшни Две штуки есть у Эксодио И он строит здесь Рундашир Все как положено Прошу прощения, не Рундашир Рейтар Это в дипломатическом центре строится Рундашир Здесь в конюшне Рейтар Вот, пошел первый дипломатический центр со стороны Асапа Также две конюшни И там он строит тоже Драгун 17 века Ну, да Решил просто играть через стрелков И наверняка в дипе будет брать для прикрытия Рундашир А вот, кстати, Эксодио может там брать Гренадер Оба игрока могут там нанять С двадцаточку Какие-нибудь крылатые гусар Прошу прощения Это тоже нужная вещь для того, чтобы светить какие-то или рейды делать Ну, в общем, очень нужны они Вопросов нет Кстати, что у нас, какие ресурсы добывать Давайте мы посмотрим по статистике развития О, посмотрите, насколько быстрее взял топор Асап Как по мне, это на самом деле очень важно Потому что Этопорда увеличивает значительно добычу дерева И, соответственно, можно раньше построить конюшни Раньше построить дип, как это и произошло Кстати, у Асапа он немножко раньше построил дипломатический центр Рундашир тоже нанимает у нас Эксодио Вот тут немножко сечевых казаков повылетело И Рундашир нанимает Асапа Все верно, у них самая лучшая, как по мне, защита от выстрела Это 8, да Это просто прекрасно И я вообще, если честно, не знаю, какие шансы у Асапа Там хоть сколько убить войск Нет, понятное дело, что он там расстреляет Пока те будут идти Он будет плохо наносить урон Но нужно все-таки сделать Как минимум, лично, как по мне Хотя бы 2 скорострельности Без этого будет ему как-то сложновато Третья конюшня Пойдет ли он строить подкову Ну, как по мне, это такое Строить подкову Лучше уж построить Либо четвертую конюшню, да Потому что для подковы нужен уголь А уголь для лучников Ой, для лучников Для мушкетеров и драгун требуется Для того, чтобы исследовать И силу выстрела в Академии Вот 11 тысяч угля Очень часто игроки делают Именно это исследование Вместо того, чтобы сделать На скорострельность Там требуется и больше угля И золото, и дерево Будет, конечно, сделать сложнее Но она лучше Она эффективнее И лично, как по мне Если вы уж играете То делайте ставку в первую очередь На то, чтобы сделать пораньше 2 скорострельности Это наиболее важно Нежели сделать его выстрела Что у нас здесь строится Третья конюшня Только на данном этапе Строится у Эксодио Помним мы, что уже Три конюшни работают Вовсю у Асапа Строятся по-прежнему Драгуны Ну, естественно Нету смысла уже менять На данном этапе строительство На другие виды войск Не прокачайте И то, и то Это сложновато Как по мне Комбинированные войска Не оправдывают себя Именно вот здесь Можно сделать комбинированные войска Когда уже у вас есть 18 век Например, строить Просто-напросто Пикинеров из казарм 18 века Они строятся очень быстро Их получается очень много И как мясо Как защита от вражеских стрелков Они будут неплохо справляться Просто их будут очень долго Уничтожать Вот сейчас пошел забор Где-то чуть менее Чем за 4 минуты Строительство забора Долго они, конечно Будут его строить Но приличное количество крестьян Пошло на его постройку Возможно Они это дело и успеют достроить Ну Будет один только проход Еще бы апнуть защиту При этом Прочность забора Было бы тогда вообще неплохо Чтобы вражеские войска Шли только Атаковать именно вот Через этот узкий проход Который просто Будет Асап защищать Своими стрелками И рундаширами Ну стоит сейчас посмотреть Обратить внимание на то Какие исследования делает Асап Будет ли у него Скорострельность Пока не видно Ну еще хотелось бы сказать Что все таки Да Лучников Просто Стрелков Точнее Почему лучников Просто прокачать В казармах Да И в конюшнях Они там требуют Очень мало ресурсов На атаку На силу выстрела В то время как Пехоту требуется Очень много ресурсов Для того чтобы прокачать В частности Золото и дерево Ой Золото и еды Ну пока Собирается Я смотрю Что и золото И еда У Эксодио Он пока еще не начал качать Ну пока рановато Пока будут идти войска В сторону соперника Там уже И они прокачаются По прежнему кстати говоря Стрелки находятся В разных Частях карты У Асапа Ну очень интересный момент Осталось Чуть больше минуты Два Артиллерийских депо Уже построил Четыре конюшни Да видите он выбрал Именно постройку Четвертой конюшни Вместо того чтобы Брать подкову Все таки понимает Что нужны Нужен уголь Для того чтобы Для того чтобы Исследовать Скорострельность Здесь Кстати Он взял И подкову Все же Он потратил На подкову Да у него Давайте посмотрим Сколько у него сейчас 116 драгун Это очень много Но пока силы Выстрела Скорострельности Точнее у него Нет вообще От слова Совсем И почему то Войска Да вот только Начал качать войска Вот пошло Пошла прокачка У Асапа Давайте наблюдать Ой 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 А здесь Рейд Сечевых казаков Которые могут Прорваться Конечно О нем Асап в курсе Что проходит Здесь рейд Да обратите внимание Вот он видит Краюшек И там его войска Стояли Он это все заметил Ну здесь он конечно же Предусмотрит этот момент И стрелками своими Расстреляет Нет не смотрит Почему он не Почему не переводит Вверху же такая Армия И сейчас они Просто-напросто Прорвутся Драгунами пошел На перерез Все верно Взял ли он Хотя бы одну Скорострельность Нет у него Нету пока Ни одной Скорострельности Это очень плохо На самом деле Я хочу сказать вам Что это очень плохо В то время как Сечевики поняли Что здесь Дело пахнет Керосином И просто Отступили Еще один момент Ну за борт И построил Да Но посмотрите Как мало Времени Потратилось Потратили Сечевые казаки На то Чтобы его Разрушить Все же стоит Сделать Исследование На Прочность Требуется Очень много Камня Для этого дела Совершенно верно И в академии Тоже есть Это исследование Там требуется И камня Много И дерева В принципе Да По прежнему Нету Второй Скорострельности Что у нас Прокачки У Эксодио Давайте мы Обратим Внимание На Пикинеры Качаются Но Здесь Понимаете Здесь Прокачка Пикинеров Нужна Защита По сути дела Он мог бы Особо и не качать Но Есть Трондашира У которых В принципе Не особо Там Большой урон Но Тем не менее Защита Трондашира Пойдет То есть В первую очередь Стоило бы Особо Когда он узнал Что игрок Играет через Стрелков Подналечь Именно На Атаку Именно Сделать фуловой Атаку А защиту Чуть меньше Делать Но мы и видим Что здесь Атака у него Побольше Нежели чем Защита Давайте мы Обратим внимание Еще свой Взор на Конюшню Прорываются Сечевые казаки Захватили уже Две золотых шахты Там не закрыл Эту брешь Ой-ой-ой Сейчас будет Очень плохо Сейчас будет Очень плохо Для Асапа Все очень печально Подходят войска Подходят пикинеры Подходят Не знаю Здесь есть ли Рундаширы Да 120 рундаширов И 240 пикинеров Идут в атаку На стрелков Сделает ли Давайте Обратим внимание Сделает ли Скорострельность Хотя бы одну Нету Вообще Ни одной Скорострельности И силы выстрела У стрелков Асапа Почему Почему он этого Не делает Я не понимаю Да у него Очень много Получилось Драгун Прям очень много Но со всех сторон Его здесь Рундаширы Посмотрите как Грамотно поступил Эксоди Он атакует Просто со С трех сторон Просто с трех сторон Крестьян Стоит бы Отправлять в бой Уже Асапу Ну здесь он Допускает Очень серьезную Ошибку Не было Сделано Ни одного Исследования Для стрелков В Академии Это возможно И решило Именно Исход сражения В пользу Эксоди Только сейчас А вот он Сейчас сделал Но теперь у него Уже не хватает Угля Для того чтобы Стрелять Он постоянно Его меняет Ну вроде бы Неплохо У него на самом деле Здесь еще получается Посмотрите Он возможно Сейчас еще и Отобьется Потрачено при этом Много очень ресурсов Угля постоянно Не хватает Ему бы золото Сейчас менять На уголь Ну как-то добавлять Если бы у него Хватило Угля На все То возможно Он бы на самом деле Здесь и Достаточно неплохо И эффективно Отбился Если бы он Чуть-чуть Пораньше Сделал Скорострельность Хотя бы Одну Если бы он Вот меняет Ресурсы на уголь Все ресурсы Закончились Меняет он На уголь И посмотрите Отбился Отбился На самом деле У него еще А нет Ну тут вот есть Пикинеры Которые почему-то Не сражаются У него еще 77 драгун 64 рундашира И 70 мушкетеров Очень даже Неплохо Отступает Войска Эксодио Но он тут Собирает Новую пачку Отбился Сумел Отбиться Осап Очень Неожиданно Для меня Но То что он Построил Четыре конюшни То что он Построил Подкову Это на самом деле Очень о многом Говорит Сейчас у него Пошла добыча угля Если он Еще и сделает Вторую Скорострельность Как по мне Зря он Апнул На самом деле Силу выстрела Он потратил 11 тысяч угля И при этом Его войска Очень часто Долго Перезаряжались Из-за нехватки Угля И вот Тут он бы Не делал бы Это исследование Просто не делал бы Немного ему На самом деле Добавилась Сила выстрела Но было там Представим Что это 25 процентов Было у него Например 19 сила выстрела Стало 23 Там где-то так Не так уж и много Добавилось Но Зато они бы Чаще стреляли Не было бы Перебоев с углем Как по мне Сейчас на самом деле Асап спешит Ему бы восстановить Базу Хотя с другой стороны Сейчас преимущество На стороне Эксодио Потому что у него Крестьяне остались А в то время как у Асапа Крестьян Не было Нету точнее Ну очень мало Видите он только-только Сейчас отправил их На добычу еды Они у него Фактически все погибли Вот в этой битве И сейчас действительно Возможно Эксодио Надо атаковать Дабы расстрелять Соперника Просто издалека Драгунами По крайней мере Можно было бы это сделать Драгун отправить Сейчас вперед Зря он отступает Попробовать драгун Отправить вперед Пускай они расстреливают Ведь тогда Эксодио Пришлось бы атаковать А конницы Эксодио Очень-очень Мало То есть вот сейчас Он строит Конных егерей И рейтары У него пошли В строительстве Вышел Восемнадцатый век Кстати говоря Эксодио Я смотрю что появились Конные егеря Это он начал строить Легкую конницу Ну он понимает Что легкая конница Ему нужна для того Чтобы добраться Быстрее к стрелкам Все верно Конница получает Плюс пять К защите от Стрелкового От выстрела Во время движения Когда находится Поэтому решил Здесь Эксодио Именно Егерей И строить И сейчас бы драгунами Просто-напросто Попытаться атаковать Вражеских Поисках Почему не делает Эксодио Асап Я немножко не понимаю У него сейчас Проигрыш По всем ставкам Точнее Экономический Скажем так Проигрыш И Ну Нет Несмотря на то Что конницы У него сейчас Очень много Драгун Семнадцатого века Вряд ли у него Что-то здесь получится Долго-долго Им придется стрелять По войскам Сейчас ему драгун Надо просто-напросто Отводить Почему не делает Это дело Асап Ведь его войска Сейчас просто-напросто Пикинеры Рундашири Выносят Стоило бы Именно драгун Отвести Немножечко подальше Но не хватило Видимо Скорее всего Контроля И вот этот Вереница Сейчас прервется Драгунами Надо было Пострелять И отойти Пострелять И отойти Все сдался Асап Он понял Что Все-таки Это поражение Это гг Пикинеры На данном этапе Победили Да Получилось Отбиться Асап Но При этом Пришлось Потратить Всех крестьян Не хватало Ему угля В общем В 1-0 В пользу Эксодия Эксодия Еще больше Упрощил Свои позиции Пока На первом Месте Второй бой У нас проходит С блокаусами И несмотря на то Что игра Будет длиться Без времени мира Точнее Идти без времени мира Это наиболее Такой длительный Бой Из всех Трех сражений Несмотря на то Что казалось бы Нет времени мира Но Битва идет дольше Из-за как раз Таких блокаусов Чтобы их уничтожить Нужно конечно Построить пушки А это Очень и очень Затягивает Хотя конечно Можно использовать И лучников Или тех же Гренадеров Из дипломатического Центра Но Такой момент Дело в том Что они Не сумеют Нормально подойти Не получив урона Блокаусы будут Отстреливаться Причем Отстреливаться Очень больно Поэтому Эффективнее всего Их конечно же Уничтожать пушками И на Этой карте Несмотря на то Что опять таки Ноль ПТ Ноль времени мира Строится сразу Три городских центра Потому что Можно чувствовать себя Более или менее Уверенно Под защитой Этих блокаусов И ресурсы Не спешите Распределять На прокачку Каких либо войск Ну да Вот видите Третий городской центр И у того и у другого игрока Эксодио у нас фиолетовый Асап у нас синий Немножко неудачные старты Для Асапа Первый бой Он проиграл Но Не стоит отчаиваться Победить сейчас Он в двух битвах И он заработает Два очка А в то время Как у Эксодио На этот момент Получится Четыре Да Еще один бой И он Сумеет одержать Опередить Точнее Эксодио Если конечно победить В последующем бою Но Я не буду забегать вперед Неизвестно еще Кто победит в этой битве Тот же Эксодио Имеет желание Упрочить свое первое место Поэтому ему тоже победа нужна Как воздух Золотые шахты Захватываются Давайте мы переключимся На игроков Дабы наблюдать То чего у нас тут Заказывает Точнее не заказывает А добывает Асап Две золотых шахты У Эксодио Также две золотых шахты Ну Еще прошло только Три минуты Поэтому Нечего тут удивляться То что игроки Еще не схватили Много ресурсных шахт Быстренько строится конюшня Какие войска у нас выходят У Эксодио Это пикинеры Как и в прошлой битве Кстати Нация у нас Испания Тоже с Неплохими Пикинерами С очень неплохими пикинерами И здесь Ага Посмотрите Здесь Асап Пришел также строить пикинеров Не хочет он наступать На прошлые грабли Хотя На самом деле Стоит отметить Что Отыграл он Прошлую битву Очень хорошо Он сумел построить Четыре конюшни Он сумел Взять подкову Это Дорогого стоит Да Потому что Четыре конюшни С подковой Сколько же драгун За то время построилось Очень много Но Отсутствие Скорострельности Одно и второе Все таки Сказалось И впоследствии Отсутствие угля Которого не хватало На выстрелы Тоже Серьезно Так сказалось Рядышком находятся игроки Тут небольшой перешейк Можно построить В этом перешейке Какие-то заборы Конечно Я думаю Что игрокам Стоит мешать Друг дружку Чтобы не дать Возможность Построить Эти заборы Тут разведка Пошла Можно обратить внимание Как игроки Видят карту Вот Пошла разведка Тут есть Некоторые пути Обхода Можно Какие-нибудь Забегания Использовать Маневры Рейды И все такое Дабы не дать Сопернику Развиться Пошли крестьяне Добывать Дерево У Эксодио А здесь Уже По полу Прошу прощения Добывается Дерево У Асапа Хотя Топой Взялся Взят Фактически Одновременно И у того И другого Игрока Уголь По-моему Никто не добывает Не нужен Он Эксодио Не добывает И Асап Также Решил Что он И нужен Но Кстати говоря Уже на данном Этапе Игры Можно Активно Использовать Различные Рейды Потому что Шахты Золотые Те же Находятся На отдалении Поэтому Построив Там В дипломатическом Центре Или В конюшнях Конницу Можно попытаться Как-то Уничтожить Эти шахты На самом деле Это Очень плохо Для Оппонента Потому что Наверняка Сейчас В какой-то Примежуток Времени Прокачает Как минимум Один раз Это Десять крестьян Тоже Очень Плохо Будет Если Потеряешь Золотую Шахту Видите Как Неплохо Расположены Шахты У Асапа Прям Три штучки Три рядом Можно Похранять Их Каким-то Одним Вот Отрядом Который Наверное Он И повел Хотя Может быть Даже Повел Его Нет Он Просто Здесь Восстановил Может быть И укрепил Нет Пока Не Укрепил Сечевые Казаки Выходят Из Дипломатического Центра У Асапа Здесь Есть Лидип Только Сейчас Строится Дипломатический Центр Еще У Эксодио Кого же Будет он Нанимать Наверняка Он Обычно С самого Начала Нанимает Именно Сечевых Казаков Но Нет Сейчас На бесконечность Поставил Легких Пехотинцев Легкие Пехотинцы Конечно Много Построится Но Также Они Очень Быстро Забьют Количество Лимит Скажем так Население И Придется Строить Очень Много И Очень Быстро Большое количество Домиков И вот Полетели Первые Сечевые Казаки Сейчас Будет попытка Захвата Золотой Шахты Успеют Ли они Это Дело Сделать Ну Да Успел Успел Захватить Первую Золотую Шахту И Взорвать Ну На мой Взгляд Он Поспешил Можно Было Было Вывести Крестьян Немножечко Атаковать Оппонента И Потом Уже Взорвать Шахту Почему То Этого Не Сделал Асап Не Хватило Может Быть Немного Контроля Ну Как По Мне Это Было Вообще Идеально Все равно Минус Одна Шахта Это На самом Деле Очень Хорошо Не Успел Заметить Эксодио Почему Кстати Говоря Он Не Поставил Своей Армии Свои Войска Возле Именно Этой Золотой Шахтой А вообще Тут Можно Было Вот В этом Перешеке Чтобы Не Бежали Эти Вот Рейды И Сейчас Рейтары Пытаться Будут Защитить Здесь Еще Есть Рядом Сечевая Казака Казаки Дипломатический Центр Летит Много Казаков И Конечно Асап Решает Не Сражаться Потому Что Потеряет Очень Много Войск В попытке Захватить Эту Шахту Ему Стоит Наверное Все Увести Только Мы Поговорили Про Рейды Как Тут Ж Первый Рейд И Первая Успех На Стороне Асап А Ну Дальше Идет У нас Развитие Более Или Менее Одинаково Строятся Легпехи И Сечевые Казаки То Ж Самое И Экс Один То Более Или Менее Зеркально Пошла Следующая Конюшня Или Эти Конюшня Две Работают Безперебойно Поставляют Ему Рейтар Да Неплохой Минус Сделал Асап Ну Такой Скажем Неплохой Очень Даже Неплохой Не то Что Прямо Это Позволит Ему Уже Победить Все Но Нет Золото 40 Добывает Асап И Только 25 На данном Этапе Добывает Экс Содиа Немножечко Меньше Вот Освободилась Шахта Можно уже ее захватывать Стоит И поспешить Это очень Ценный ресурс Который Позволяет Быстрее Делать Китап Исследования В общем Очень нужный И важный Ресурс Топовая Добыча еды Для 17 века У Крестьян Асап И Также Он взял Топорик Давайте посмотрим Что у нас там В этом плане У Экс Содиа Немножечко Еды Он еще не топнул Но тут Знаете Такое дело Стоит ли топать Еду Если Можно построить Третью Конюшню То есть Сначала построить Третью Конюшню А нау Есть Уже У Асапа А потом Да Еду Все верно Асапа Это дело Сделал А потом Уже Можно было бы Построить И исследовать Точнее Еду Пока Собираются Войска Просто Вот Знаете Вот эти Блэкгауссы При 0 ПТ Это фактически Игра В 15 ПТ А то и 20 ПТ То есть По сути дела Ничем режим Не отличается Никто Никого не хочет Атаковать Не спешит Потому что Понимает Что оппоненты Могут отойти Под прикрытие Блэкгауссов И дальше Им Ходу Нет Да Можно Отжать Вот эти Первые Шахты А нужно Ли Это Опять Еще Сейчас Может быть Опять Отжат Одна Шахта Успеет Или Нет Да Нет Не успел Не успел Не успел Но Эксодия Наступает На те же Грабли Вот Чуть Чуть Он Позже Отправить Своих Рейтар На защиту И все И все Не знаю Почему Он не хочет Туда Отправлять Своих Пикинеров Чтобы Или хочет И просто Держать В центре Своей Базы Потому Что Мало Ли Оппонент Прискачет Снизу И тогда Будет Все Очень Печально Но Если Прискачет Снизу То Можно Как раз Таки Там Иконицей Задевать А вот Вверх Тут Непосредственно Очень Рядышком И Прорваться К базе Можно Очень Быстро Пошел Собор Почему То Не вижу Первых Артиллерийских Депо Странно Очень Еще Подстраиваются Домики Конечно Войск Строится Очень Много За короткий Примежуток Времени Будет Лепаткова Пока Собираются Ресурсы Кстати Уже 20 Угля И железо Добывает Эксодия Но Только 35 Золотом Время Как 40 Золото Добывается У Асапа И Те Же 20 Железа И Угля Опять Отступили Войска Эксодия Он Приглашает Мол Смотри Золотая Шахта Свободная Там Только Два Пикинера Приходи И Я думаю Что Асап Наверняка Постарается Воспользоваться Опять С этой Ситуацией А вдруг В этот Момент Эксодия Не Увидит И Получится Еще раз Захватить Эту Шахту 48 Золото Уже Добывается У Асапа Он решил Пойти По прокачке Золотых Шахт И Поэтому Пушек И Сейчас Будет Очень Важно Кстати Говоря Помню Одну Битву Когда По-моему Эксодия С помощью Пушек Сумел Одолеть Верх Над Антохой По-моему Так Ну Если Честно Я уже Запутался Над Тем Кто Когда Одолел Но Была Битва Когда Именно Пушки Могли Зарешать Но Они Не Зарешали Лишь Потому Что Их Просто Перехватили Издалека Вест Через Реку И Уже Стреляли С Близкого Расстояния Их Успели Окружить И Захватить Поступил На Те же Грабли Верене Не Наступил Бы На Те же Грабли Осад Который Наступил Какой Грог По-моему Это Был Антоха Погруж 20 Именно В этой Битве Эксодия Сумел Вырвать Победу Или Наоборот Антоха Сумел Вырвать Победу У Эксодия Ой Запутался 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 Ну ладно Кстати говоря Сейчас Асап Нет Я думал Асап Предпринимает Попытку Атаки Но нет Пошли Первые Пушки И первые Пушки Пошли Именно У Асап А их Уже Четыре Почему Он Не Идет Стрелять Две Пушки Уже Эксодия Тоже Есть И Стоит Пойти Стрелять Золотую Шахту Просто Банально Вот Пойди И Стреляй Но Почему Не Делает Этого Асап Почему Не Делает Эксодия Ну да Это Прогнозирует Скорее Всего То Что Начнется Сразу Битва Четыре Конюшни У Асапа Он Очень Быстро Это Дело Делает Как И В Прошлой Битве Прокачка Идет У Рейтар Давайте Посмотрим Как У нас Прокачки Копееч Пикинеры Неплохо Тоже Прокачались Очень Даже Неплохо Прокачались Ну Не топово Конечно Но Они Прокачались Пушки Постепенно Строятся Почему Не идут Обстрелы Я Не знаю А Прокачивать Игроки Примерно Одинаково Пикинеров И Конницу Может Быть Чуть Чуть Преимущество На стороне В этом Плане У Асапа Но Вот Пошли Первые Выстрелы Как Со Стороны Асапа Уничтожена Золотая Шахта Ему Кстати Говоря Можно Бы И Пройти Уничтожить Вот Эту Золотую Шахту Чуть Чуть До Цвета Пройти И Уничтожить Правда Проход В Перешеек Может Обозначать Большие Потери Серьезные Большие Потери Почему Сейчас Не Пытается Конницей Отогнать Вот Пушки Да Вот Пошла Конница Можно Бы И Даже С Помощью Рейтар Попытаться Это Отгоняет Но Видите Сейчас Немножко Золотая Шахта Находится Имбалансно И Поэтому Она Уничтожена Раз за Разом Она Уничтожается Это Дает Определенное Кстати Преимущество Для Асапа В прокачке Золота В добыче В добыче Золото 30 Только Золото Добывается У Эксодио При этом Минус 15 Дает Дипломатический Центр Войска Из Дипломатического Центра Сжирают Очень Много Золота И В итоге Только 15 Добывается В то Время Как У Того Асапа Добывается 34 Более Чем В два Раза Больше Ну Конечно 48 Минус 14 Получится 34 Пушки Опять Остановились Но Знаете Не спешат Вновь Игроки Стоят Не пытаются Они как-то Форсировать События Хотя Вот Нет Развернулись Видимо Ждут Улучшений В дипломатическом Центре Давайте В академии Например На ту же Прочность Пушек Можно было бы Исследовать И на точность Меткой стрельбы Ратиллерии Это даст Очень много Сейчас Разведку Проводит Асап Он посмотрел Где что Как раз Располагается У соперника И возможно Будет предпринимать Какие-то Атакующие действия Очень Не спешат Игроки Еще по другой Причине Да Потому что Перешейк Вот этот Войска Когда пойдут Пушки начнут Стрелять И в перешейке Может полечь Очень Очень много Войск Поэтому Наверное Еще и Это одна из причин По которой Асап Не спешит Атаковать Можно бы Сначала Исследовать В той же Академии Прочность Пушек И меткой Стрельбы А уже Потом Предпринимать Какие-то Атакующие Действия Может быть На это Рассчитывают Игроки А еще Какая-то Другая Причина Нехватка Ресурсов Почему-то Не качает Железную И угольную Шахту Можно Было Бы Это Дело Сделать В 18 Век Кстати Говоря Перешел У нас Асап Может быть Уже И наверняка Эксодио Тоже Это дело Сделал То есть Блэкгаус Вообще Не дают Активничать Игрокам Они постепенно Развиваются До 18 Века Такие Застойные Немножко Бои Эксодио Вообще Не атакует Оппонента Ну асап Предпринимает Какие-то Небольшие Атакующие Рейдовые Действия Да Рейдит Немножко И в принципе Не без успеха Да Но не дает Много Добывать Золото Эксодио И у того что 100 тысяч еды Наверное Апнул Добычу еды Да Да Такое дело Что у нас У асапа Наверняка Так же Да У него здесь Сожрали Крестьяне Очень много Еды Неужели он Не сделал Исследование На Скорость Роста Давайте Сейчас мы найдем Его Кузницу Что-то Она тут На глаза Не попадается Давайте я Вот так Вот ее Найду Сделано Сделано В академии Наверняка Тоже Сделано Да Ну что тут Перестрелки Идут Опять В очередной Раз Строится Золотая Шахта Ну Это Такое На самом Деле Только Потера Крестьян Будет Не даст Не даст Асапа Сделать Здесь Золотую Шахту Она Очень Имбалансно Построена И было бы Неплохо Эксодио Просто-напросто Улучшать Хотя бы Улучшать Остальные Золотые Шахты Почему Не делает Вот Вот Второй Порт Строит Эксодио Асап Просто-напросто Пока этого Не видит Давайте мы Переключимся На его Обзор Нет Видит Он уже Открыл Карту Все Уже Понимает Что И как Эксодио Тоже Открыл Карту Да Да И теперь Уже Все Видят Игроки Где Тут Что И Возможно Просто-напросто Пушками А Здесь Заборчики Построены Чтобы Не дай бог Оттуда Никто Не пришел И Не Не зарейдил Базу Ну собственно Говоря Укрепился Так немножко Асап Сейчас Просто Наращивание Сил Войск Идет Наверняка Сейчас Мы увидим Постройку Казар 18 века Топовый Ритарь Кстати Почему-то Не строит Асап В конец 18 века Да Понятно Что 18 век Не прокачанный Будет Слабее Прокаченного 17 века Но Ведь Я так понимаю Что в любом Случае Будут Прокачиваться Эти войска Да Будут Прокачиваться Поэтому Может быть Лучше бы Заранее Чтобы они Строились Все равно Не форсируются События И постройка И постройка Этих войск Привела бы Со временем Какому-то Преимуществу Пушки Пошли Обстреливать Войска Также Шахты Вот К чему Приводит Застой И сейчас Неужели Асап Переходит К атакующим Действиям Или просто Пытается Задефать Пушки Посмотрите Как я и говорил Тот Кто первым Пойдет В этот ручей В этот Проход Потеряет Очень много Войск От Пушек Переходит В атаку Асап Пушки Посмотрите Как они Работают Сколько Войск За этот Промежуток Времени Было уже Уничтожено Просто Огромное Количество И началось Форсирование Действия Со стороны Асап Бой Бой Только зря Он пушки Повел Вперед Очень зря Они у него Сейчас не работают Он наступает На те же Грабли Как наступил Со временем В свое время По-моему Эксодио В предыдущей Битве Он просто Повел пушки Вперед И они у него Не работают Стояли бы Они вот здесь Вот и просто Быстреляли Это было бы Намного эффективнее Но тем не менее Посмотрите Мне кажется Что здесь Асап Имеет преимущество В бою У него еще Достаточно большое Количество войск Что у него Что тут У Асапа Ой У Эксодио Нет У Эксодио По-моему Здесь меньше Осталось Тех же Рейтаров У него Фактически Не осталось Преимущество Сейчас На стороне Асапа Несмотря на то Что пушки Эксодио Нанесли Очень много Урона Сейчас они Асап Расстреливают Со своих Пушек Корабли Ну Не так Это эффективно Возможно Нету Исследования Неткости Стрельбы Да Нету Но тем не менее Он победил В этой битве Несмотря на Такие серьезные Потери От пушек Удалось Ему Одержать Вверх Интересно Было бы Посмотреть Прокачку Топовые Пикинеры И Фактически Топовая Конница В то время Как у Эксодио Уже Две Казармы У него Не топовые Пикинеры До сих пор У него Только на Пятерочке Защита Осталась Вот это Как мне кажется Сыграло Серьезную Значимую Роль Сейчас Вот эти Блэкгаусы Мешают Нормальные Атаки Для Асапа Поэтому Приходится Их С помощью Пушек Разбирать Было бы Неплохо Сделать Исследование На меткость Стрельбы Пока он Этого Не Сделал И вот Серьезно У Эксодио Сыграло Свою роль Он конечно Сейчас Построит Казармы 18 века И уже Даже Оттуда Выпускает Мушкетеров Но Активно Просто Активно Сейчас Расстреливает Базу Эксодио Асап Что у него Там С исследованиями В академии Тоже Нету Никаких Исследований На меткость Вот ему Бы сейчас Войска Которые Выходят Отправлять Непосредственно Вот сюда Потому что Сейчас Эксодио Соберет Ударную Ударные Войска И перейдет В атаку Три Из четырех Благгауссов Уже уничтожены Четвертый Также пал Городские Центры Уничтожаются Вот Можно было бы Еще один Городской Центр Уничтожить Он Расположен Как раз Таки Напротив Пушек Это На самом деле Тоже Даст ряд Преимуществ Где у нас Здесь За ним Кстати говоря Находится Кузница Уничтож Постройка Войск Прекратится Конечно Он сразу же Возобновит Эту постройку Но Сейчас Очень тяжеловато Будет Эксодио Я не знаю Забыл он Или нет Но Не прокачал Дальше Просто-напросто Пикинеров И Возможно Именно Это Собрало Свою роль Их Просто Уничтожили Пикинеры Асапа Намного Быстрее И все И Отправляет В бой Уже Крестьян Но Как мне кажется Это уже Не поможет Новые войска Приходят На помощь К Асапу Ой-ой-ой-ой Какой выстрел Был сейчас Из пушек Там и своим Немного досталось Но своих Там было Меньше Сейчас Нужно Уничтожать Пушки Постараться Или отводить Их Или уничтожать Потому что А нет 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 Я поспешил Здесь еще Прилично Войск Асапа Я думал Что они Были Фактически Все уничтожены Но нет Здесь их Еще прилично И я думаю Что это уже ГГ Это ГГ Эксодия Проигрывает Эту битву Асап сумел Держать верх Несмотря на потери Во время Атаки Серьезные Потери Вот прокачка Зарешала Не решился Наверное Делать Эксодия Дальше прокачку Ну тут два варианта Либо он решил Построить казарму 18 века Надеюсь на то Что Асап Еще не пойдет В атаку Либо он Просто-напросто Забыл Вот это Исследование И все И все А ведь именно Пикинеров Основная в армии Его состояла Именно из Пикинеров Кузница у него Уже уничтожена Войска выходят Только из казарма 18 века И из дипломатического Центра Из казарма 17 века Уже войска Не могут выходить Потому что Отсутствует Кузница Так же и Конюшни Растраивают Ну это Это все Это все Ну по-моему Сейчас проходит Дальше битва Или это уже Просто на автоматике Ну это ГГ Нет корабли Еще стреляют Наверное Все таки Не сдается Еще Эксодио Пытается задефаться Вот здесь Пошли войска Он еще построил Городские Центры Пытается Защититься Нет Я еще Сказал Что все Уже проиграл Корабли наносят урон Стреляют Но все равно Понимаете Дело в том Что войска Здесь идут Такой вереницей Да Они Расстреливаются Очень слабо За один выстрел Там Ну сколько там Два Ну три Уничтожатся Ну это очень мало Тем более что Разворачивают пушки Осап в сторону кораблей И пытается Расстрелять Именно корабли Давайте мы посмотрим Может быть Наконец на этот раз Он сделал исследование На меткость Нет Упорно Не хочет этого делать Почему-то Тут казалось бы Поменяй еду Сделай на меткость Исследование И ты быстрее Все это дело Закончишь Но пока Может быть Просто забыл Отвлечен Да Расстрелом кораблей И просто Не делать это Исследование Дефается По прежнему Как-то так вот Активно Дефается Эксодио Не спешит он сдаваться Его крестьяне Там добывают Где-то На отшибе еду Войска выходят Почему-то А да Построил кузницу Да Но из конюшин У него войска Да Выходят Это просто Очень медленно Он может исследовать Защиту Но этого Он пока не делает И здесь тоже Он пока Почему-то Исследование Не делает Эксодио Но не сдается Надо отдать должное Он не сдается Пытается задефаться И пока По чуть-чуть На самом деле Он отодвигает Свои войска Вражеские Точнее войска Ну за счет того Что скорее всего Просто Осад От пушки Свои Отвлек На корабли И сейчас Ему бы Вот сосредоточить Все войска Где-то вот здесь Вот да Просто не спешить И собрать войска Вот в кучу Вот в этом месте И просто с пушками Планомерно Расстреливать Своего оппонента Ну восстает Как феникс Из пепла Эксодио И постепенно Постепенно Отодвигает Вражеские войска От своей базы Ну конечно Надо отдать должное Это просто Надо дать должное Эксодио Но это просто Такие Агония Да Это уже агония Вряд ли что-то у него Здесь получится Учитывая то Что добыча золота Хотя добыча золота У него до сих пор 28 Это неплохо Войска из дипломатического центра Не жрут деньги Не жрут золота В то время как В принципе Намного больше Добыча золота У Асапа Он поступил очень грамотно Он не стал Дальше атаковать Он отвел свои войска Расстреливает пушками Делает Конный рейд Уничтожает Просто экономику В хлам Эксодио Он уничтожил Еще одну золотую шахту И сейчас Вот эта вот Атака Эксодио На войска Ну действительно Ему не постоишь Не соберешь эти войска Потому что Его будут просто уничтожать С помощью пушек Поэтому волей-неволей Приходится Вот Атаковать Ну Хоть и мало войск Но атаковать надо Ничего не поделаешь Иначе Пушки просто будут Расстреливать здание Казарма тут осталось Совсем очень мало ХП Его там Пару выстрелов И она будет уничтожена Это уже минус К войскам И здесь приходится Отправлять крестьян На защиту От рейда такового Прерывает этот поток Из казарма 18 века Конница Дабы не поступали Подкрепления к атаке Потому что Вот как ни крутите Да Ой По своим Стреляют пушки Просто Или это Нет Это по своим Стреляли пушки Смотрите Сколько положили Они здесь А просто Своих И уже пушки Кстати устроит И Эксодия Тоже Постепенно Дефается Но здесь Ну здесь бы Ой корабли Все Решил и по Порты Построить Асаб Дабы с помощью Кораблей Тоже уже Абомбить Вражескую базу Ну Здесь просто Выделяй пушки И стреляй По одной казарме По городским центрам Просто Вот Не надо Наверное Стрелять по войскам Тут можно Войска Дефать Своими войсками Потому что Тут примерно Ну может где-то Равное количество Войск Да Давайте мы посмотрим По казармам Две казармы 18 века У Эксодия И тут Примерно 103 казармы 18 века Уже у Асаба Ну понятное дело Ресурсов он добывает Больше Его базу Не уничтожают Его базу Не штурмуют Ну проще В этом вопросе Но он сам Этого добился Да Стоит отметить Немножко Дисбалансность Карты Золотая шахта Была впереди Ее можно было Легко пушками Расстреливать со своей стороны И Находиться при этом В безопасности Поэтому Надо дать должное Но Не это Лично Как по мне Не это сыграло Свою роль В победе Асаба То что Он С прокачкой Войск Старался Более лучше Не видно ХП Остается У казарма 18 века Но активно Ее расстреливает Асаб Ну наконец-то Он может быть Сейчас Сделал на меткость Пушек Исследования Давайте мы проверим Нет Он упорно Это исследование Не спешит делать Мол Ладно Мне и не надо Уничтожает постепенно Казармы Но Все же Эксодио Даже при этом Не сдается Сражается до конца Все Вот Все Делетнулись войска А были Они уничтожены Все Сдался Эксодио 1 1 1 1 1 1 1 1 1 И третья Битва У нас Миллионы Миллионы Карта Маленькая Остров И сейчас Будет очень много И зависит От того Как игроки Сумеют Воспользоваться Этими миллионами потому что были такие битвы, что кто-то строит очень быстро городские центры, кто-то сразу старается уповать на то, что он много построит каких-то казарм. Ну вот мы видим здесь у нас АСАП построил один городской центр и сразу же строит первую казарму. Решил пока не строить остальные городские центры, а сделать именно упор на постройку академии, рынка, кузницы и склада. Это те вещи, которые необходимы для того, чтобы строить войска, которые будут 18 века, например. В то время как Эксодия, он уже играет третий бой, кстати говоря, на миллионах. Ну, третий бой я имею в виду с третьим игроком, да. И он постоянно строит в первую очередь достаточно большое количество городских центров, но это дает ряд преимуществ в более быстрой постройке в последующем тех же казарм, конюшен, да, потому как больше крестьян будет вот так вот. Здесь тоже заложено уже большое количество конюшен, да, именно конюшен очень много, аж 3-7 штук. Казармы и постепенно воздвигаются городские центры, и городские центры строят там по одному крестьянину, который выходит, да, АСАП отправляет на постройку городского центра. Ну, не знаю, оправданно ли это, в то время как, например, у Эксодия уже из 4-х городских центров выпускаются крестьяне, идут на строительство, и строится все больше и больше зданий. Полетела первая конница, сечевые казаки полетели из дипломатического центра, конечно же, они пойдут сразу в первую очередь на разведку. Можно обратить внимание, что пока, например, тот же Эксодия не исследовал шарик, вот теперь уже у него есть, а в то время как, например, у АСАПа он, наверное, уже был, и полетели первые сечевые казаки, ну, конечно, он вряд ли что-то сделает тут своему оппоненту, у того же тоже есть какие-никакие войска, пошли еще сечевые казаки. Драгун начал нанимать, причем драгун 800, где-то 800 штук, это очень-очень много. Конница тоже выходят драгуны 18 века, ну и в Академии, помимо шарика, берутся скорострельности. Здесь постоянно надо что-то исследовать на первых этапах, это очень-очень много исследований, прям кликабельность у игрока должна просто зашкаливать, чтобы он сумел добиться преимущества над своим оппонентом. О пушке стоит также про них не забывать, они могут нанести очень много урона по сопернику, поэтому надо и помнить о том, что арт-депо можно было бы тоже построить. Си-семь арт-депо у нас у АСАПа. Давайте мы сейчас приключим свой взор на Эксодио, что же он строит тут? Конюшни, у него их восемь, тоже арт-депо их у него семь, казармы четыре. Стоит уже, наверное, строить казармы 18 века. Пошел в постройку рынок, вот пошли казармы 18 века. Кстати, нация у нас Англия. И пошли первые, а нет, я думал, что он пойдет в атаку, нет, он просто здесь собирает свои войска. Да, монахов тоже можно настроить очень много. Во-первых, почему стоит строить много монахов? Первые здания собора будут дешевые, а монахи, как ни крутите, войскам оппонента придется тратить свои выстрелы. В общем, обращать внимание на этих монахов, чтобы их убить, и при этом они не будут убивать в этот момент войска. Ну и, помимо прочего, монахи, конечно же, будут лечить вашу армию, что тоже очень хорошо. Собираются войска, больше никто не предпринимает никаких попыток в атаке. Золотые шахты, видите, никто даже не захватывает, не надо. Крестьяне очень ценны на первых этапах, они важны именно для того, чтобы строить здания. А уж потом можно и какие-то шахты захватывать. Правда, их очень много вон стоит без дела у Асапа, да, в то время как Эксодио вроде бы тут их отправляет куда-то там на какие-то постройки, постройки, еще раз постройки. Первое столкновение у нас сейчас, ну, уже не первое, но столкновение пушки, первые выстрелы пушек, они начинают наносить урон по оппонентам. И почему-то у, например, того же Эксодио их уже 35, а у Асапа, наверное, только-только выезжают какие-то первые пушки. Ну, не первые, ну, 11, это можно сказать, что первые пушки. Возможно, он не хотел их строить, пока не исследует стоимость, но я так думаю, что экономить на ресурсах, когда играешь на миллионах, и не стоит 66 тысяч. Осталось у Эксодио, нет, это у Асапа. У Эксодио немногим больше 80, без малого тысяч остается. Все ресурсы были основные потрачены, золото, все основное золото было потрачено на постройку зданий. Это очень важно, это очень ценно. Ну, и на найм, конечно же, драгун 18 века здесь Эксодио пользуется, скажем так, тем, что у него значительное превосходство в орудиях. И стоит, стоит, ребята, прокачать здесь прочность зданий. Почему-то этого не делает, не делает этих исследований Асапа. Асапа, нет, это Эксодио не делал, но ему еще можно это позволительно, а вот Асапу стоит уже сделать. Да, действительно, сделаны у него эти исследования, потому что расстреливаются сейчас именно его здания. Здесь какое-то преимущество со стороны Эксодио, именно он больше построил пушек. Вот, казалось бы, они вместе начали постройку этих зданий, арт-депо, но, тем не менее, пушек у Асапа меньше, значительно меньше, чем у Эксодио. И вот он как раз-таки поплатился за это дело. У него уже первое здание уничтожено, войска уничтожаются, и сейчас активно Эксодио пошел в атаку. Даже вместе с крестьянами сейчас будет просто-напросто, как предположительно, финальная битва. Кто в ней победит, тот и победит в этой игре. Активно стреляют пушки, активно стреляют драгуны с мушкетерами. В общем, война идет по полной. Сложнее всего, конечно, здесь атакующему, потому что к нему подкрепления идут значительно дольше, чем к защищающемуся. Но, посмотрите, войск визуально фиолетовых здесь больше. Здесь такая прям лавина фиолетового идет. И просто уничтожает синие, сгрызает, выедает их территорию просто очень быстро. Ну, я думаю, что здесь Эксодио уже победит. И, как я и говорил, да, битва на миллионах проходит очень быстро. Потому что, во-первых, карта меньше, она еще съедается водной гладью. Оппоненты находятся рядышком. Ну, и количество, огромное количество ресурсов, конечно, позволяет быстро построить много зданий, много войск. 2-1. Эксодио побеждает. И в групповом этапе он набирает 5 очков. Это, конечно, не много. Максимальное количество можно нанять 9, заработать 9. И у всех игроков еще есть возможность абсолютно у всех перегнать Эксодио. Ну, у него получилось так, что 2 игры он выиграл со счетом 2-1. И 1 он проиграл со счетом 1-2. На этом все. Я буду с вами прощаться. С вами был Алексей. Всем пока. Добра. Ну, еще раз. Пока-пока.